И на этом ряду, на этом месте у нас сегодня, как мы и обещали, Первый театр, а именно художественный руководитель и главный режиссер Первого театра Павел Южаков и директор Юлия Чурилова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Первый театр объявил сбор фотографий с надписями на зданиях Новосибирска. Осенью выйдет ряд спектаклей под рабочим названием «Сценография», и уже театр получил более 50 снимков, но я так понимаю, что уже и больше. Рассказывайте про задумку, какие именно тексты вам нужны все подряд, от «Здесь был Вася» до каких-то философских изречений, или все-таки как-то ограничивается выбор? Большинство надписей-то мы знаем, какие. С небольшим количеством букв. Слушайте, ну мы действительно не хотим разговаривать о политике, о политических или нормативной лексикой, но поверьте, что фантазия народная и мудрость, так сказать, народная, которая проявляется на стенах, она бывает уникальна. Этот проект, ну как он возник, на самом деле, наш большой друг Дмитрий Егоров, питерский режиссер, известный новосибирцем по таким спектаклям, как «Довлатов» или «Нетрезвая жизнь», кто ходил смотрел. Он предложил, я говорю, давно мечтал сделать спектакль по надписям у себя, но все, вот он же такой переездной, все время ездит, ставит, у него как бы в городе, в Петербурге работы нет практически, поэтому я говорю, давай здесь, в Новосибирске сделаем. Ну вот мы объединились, мы уже такие немолодые режиссеры, это Митя, я и Леша Коррекливый, главный режиссер «Глобуса», вот мы как-то делали с гаммой проект «Песня о Родине», и как-то так сработались вместе, такие дружеские отношения возникли, и тут мы решили взять на себя кураторство этой идеи, взять молодых режиссеров Новосибирска, а их сейчас, дай бог, у нас много, и предложить им такую работу. Ну, в принципе, по тематике, это такие режиссерские этюды на тему. То есть какие-то новеллы, да? Несколько режиссеров будут в этом участвовать. Караппиметажки, ничего себе. Да, караппиметажки, альманах, я бы даже так сказал. То есть, допустим, «Цой жив», надпись «Дай раз» выходит «Цой», там поет и… Да, вот мы не хотим молодую режиссеру ничем ограничивать, сказали, вы в любом жанре можете это делать, ограничение только в регламенте, это 3-5 минут. А то, что они придумают, это неизвестно, в чем интересен проект, что непонятно, чего будет. Главное – раскрыть тему надписи. Почему она написана, как она написана, зачем, кем она написана. Потому что иногда же возникает, смотришь на надписи, думаешь, что человеком двигало, чтобы написать такую вещь. И вот над этим интересно пофантазировать, мне кажется, что молодые мозги наших режиссеров, они много интересного нам откроют. И поэтому это должно быть очень увлекательное путешествие в мир творчества. Ваша постановка там будет в этом спектре? Я думаю, у меня есть по пару уже надписей, которые там рядом с домом видел, которые будет фантазией. Возможно, что и мы, тоже взрослые, подключимся к этому, и сделаем какие-то интересные проявления. По крайней мере, это, ну, как-то на творчество это возбуждает. Ничего себе вы так загадываете. Ну, может быть, получится, может быть, не получится. Так-то до осени уже чуть-чуть? Нет, получится точно. Но что получится, неизвестно. Вот это подкупает. С работы еще и пока не начата. Ну, нет, мы начинали... Но весь июль мы собираем надписи, собственно. Так. И главное, чтобы их отделить, нам присылают много красивых, прекрасных граффити, которые сделаны именно художниками. Да, да, да. А мы собираем как раз не арт-высказывания, а народ. А уличное творчество. Да, да, да. Народные мудрости. Не важно, как это написано, каким шрифтом, в каких цветах решено, именно вот какие-то народные, случайные, не случайные высказывания про боль, про любовь. Очень много юношеских каких-то историй. Вот Маша, прости меня там, Ливаня. Назвался панком, живи хреново. Ну, то есть, это вот такие высказывания, которые... На хлебзаводе я знаю, вот, в Ленинском районе, там вот, 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 стена вся, хлебзавод, и там через какое-то расстояние написано. Любимая, дорогая, что-то там единственное, там неповторимое, там эксклюзивное, не знаю, в общем... В конце написано PlayStation. Нет, нет, это вот, мужчина признается вот так вот в любви своей девушки. Там должна быть какая-то развязка неожиданная, мне кажется, по законам жанра, что-то... Я не помню. Очень длинная, много-много этих слов. Давайте прервемся на рекламу, что-то очень много слов, потом мы продолжим. Просыпайтесь и присоединяйтесь. У нас в гостях в студии Радио 54 художественный руководитель и главный режиссер Первого театра Павел Южаков и директор театра Юлия Чурилова. Еще раз доброе утро. И мы с ними вместе в ожидании альманаха театрального, как Павел выразился, под рабочим названием стенографии обсуждаем всякие разные надписи на стенах Новосибирска. Кстати, надписи еще можно присылать или все? До конца июля, Юлия сказала. Да, да. До конца июля. Во все паблики Первого театра. Кто-то сейчас услышит нас, да, Юлия Живова? О, я знаю, где надписи захочет вам прислать. Если вы видели что-то уникальное или совсем не уникальное. Слушайте, ну мы забыли сказать, что это проект, в котором участвуют и жители города. Потому что те надписи, которые они присылают, режиссеры будут выбирать из этих надписей. Единственное условие, что надо указать место, с которого была фотография, чтобы можно было там в творческой группе поехать туда, посмотреть, что это за дом, на какой, что за стена, что там за люди живут. Погрузиться. Погрузиться в атмосферу и разгадать эту надпись. Или, может быть, понадобится более качественная съемка этой надписи, чтобы мы ее могли найти. Ну да. Потому что условия игры такие, что все равно эта надпись будет там на проекторе выдана, и чтобы зрители понимали, откуда она. Декорации будет минимум, мы так понимаем. Какие-то будут, да. У нас театр, конечно, не академический, чтобы были большие. Вы говорили о молодых режиссерах, которых вы собираетесь привлечь из Новосибирска, а уже есть какой-то список примерный людей, которые это будут делать? Или у вас такой принцип, что кто подал заявку, тот пусть и участвует? Или вы сами отбираете их? Ну нет, мы предлагаем всем, кто хочет это сделать. Так, и кто уже откликнулся? Ну это, в основном, конечно, это наши выпускники из театрального института, это курс и Крикливова. Вот Юлия Сергеевна может нам, например, поименно назвать. Ну парочку примеров более-менее известных. Опускается, да, курс Алексея Михайловича Крикливова, и там есть две девушки режиссера, Полина Лапаева и Варвара Попова. Потом это выпускники уже Сергея Афанасьева, Даша Супрунова, Оля Бризанова. И вот, собственно, еще студенты, третий курс, который тоже в городе, и им нужен режиссерский опыт, который именно учится на отделении режиссуры. То есть можно сказать, что это преимущественно все-таки такая учебная работа будет? Студенты в основном участвуют? Лабораторные. Лабораторные, да. Ну, если, например, вот мы тоже там с Алексеем, или, может быть, Нитя что-то придумает, и мы сделаем, то это уже будет не совсем учебное. Актеры будут участвовать первого театра, или вот те самые молодые режиссеры будут сами набирать, где хотят вообще? Ну, видите, так как надо, чтобы этот проект сжил, то лучше из одного театра брать. Поэтому это, скорее всего, наши будут артисты, может быть, с привлечением кого-либо, точечно. Это эксперимент или что-то подобное уже где-то вы видели? Ну, мы, я вот не видел такого. Меня нас это заинтересовало, потому что это такое необычное. Сейчас уже считается, что сложно придумать что-то новое, и ты думаешь, что да, это уже никто не делает. Там вот, 60-х же, во Франции. Сложно сказать. Наверняка что-то было, но у нас не было. Да, я не видел, не слышал, что вы так делали. А может ли, если мы привлекаем молодых режиссеров, могут ли участвовать молодые актеры, или люди, которые, вот я прислала фотографии, может быть, вы меня возьмете, поиграете, или такого нет? Слушайте, ну вот... И это будет совсем уже самодеятельно. Да, тяжело на сцену выходить без опыта, без образования. Это такая, знаете... Терна точно. Да, вот Александр поймет. Нет, ну если у кого-то из режиссеров возникнет идея вывести массовку, там, я не знаю, 100 человек, ну, актерами мы вряд ли справимся. Ну, нет, все возможно, неизвестно, понимаете, как пойдет, как фантазия. Я вот за себя, например, могу отвечать, а за молодого человека, который только входит в профессию... Ну, я-то так понимаю, что вы нам спойлеры тут не будете рассказывать, что вы за надписи уже для себя выделили, и какая у вас есть идея, или все-таки чуть-чуть расскажете? Слушайте... Ну, понятное дело, что цензурный... Не цензурный, да, не цензурный, не принимается, и про политику не принимается. Все остальное, пожалуйста. Мы сейчас... Сейчас идет как раз процесс накопления. Сейчас вот возможность у всех слушателей наших и смотрителей как раз присылать, и потом мы режиссерам предоставим огромный список, и пускай их фантазия работает. Тут еще нет тех, кто уже определился, с каким материалом будет работать. Я думаю, все в процессе находятся. Все пока еще в процессе, и вы в том числе. И мы в том числе. Хорошо. На какую аудиторию вы рассчитываете? Все-таки это более... Раз молодые режиссеры, то и молодая публика должна быть все-таки там граффити, надписи на стенах, или... Неважно это. Я бы публику обозначил как жители Новосибирска. От мала до велика, и детям можно тоже. Ну, я думаю, что... Как вы думаете, кто-нибудь из ваших молодых режиссеров сможет сделать детскую короткометражку на тему надписи? Да, вполне возможно. Вот я говорю, что чем это интересно, что непонятно. Будет, я думаю, что мы задачу ставим, чтобы это было как можно больше этих отрывков, чтобы каждый режиссер там по три, по четыре. И первый показ, он будет огромный, конечно. И он будет неожиданно, и для нас неожиданный. А потом мы уже будем из этого монтировать какую-то такую зрительскую историю. Но мне кажется, вот интересно как раз вот этот вот первый большой показ. А, то есть вот так, вы первый спектакль, премьеру сделаете такую, чтобы все, кто утрудился, все себя показали. Да, конечно. И только потом будет так немножко отметаться. Ну, в этом и есть, да, аппаратурно, что проверить, посмотреть, испытать. Там же могут быть совсем неожиданные вещи. Там же может быть очень много, если придется сидеть всю ночь смотреть. Слушайте, ну вот я вот недавно в Петербурге был, там вообще вот любители больших спектаклей. Восьмичасовые у Козлова там идут, в Петербурге, или, кстати, Тихий дом, восемь часов идет. Или там четыре с половиной часа, вот там любят. С перерывом на обед, да. Понятно, что для массовой публики это тяжеловато, но есть люди, которые прям любят вот то вот. Но вот это вы считаете, получится для массовой публики или все-таки для узкого зрителя? Вот понимаете, лаборатория чем хороша, что непонятно, что получится. Мне кажется, каждый что-то найдет для себя. Вот мне очень интересно посмотреть, я уже очень хочу. Это и есть современный театр, или же это нечто традиционное, просто вот экспериментальное? Мне кажется, здесь современность в том, что это такое исследование города и включение города в театр, на сцену, подключение. Что мы сейчас не расскажем вам большую мудрость, вообще как жить, в чем смысл, и сформулируем великое режиссерское высказывание. В общем, каждый зритель этой истории сделает свой спектакль в собственном голове, наверное. В этом современном. Главное, что драматургами выступают у нас наши граждане, те, которые живут в городе, которые подметили. Тоже найти же вот эту качественную надпись, это же надо ходить и смотреть. Это же не так, что ты пошел и раз, а надо. Это надо найти. То есть драматургия, эту драматургию пишут жители города. Вот это интересно. Может быть, пока у нас остается еще полминутки времени, расскажите еще про ближайшие планы первого театра, про какие-то еще грядущие премьеры следующего сезона. Или пока нет определенности? Ну, кое-какие есть. Некоторые есть, да. Давайте коротесе. В сентябре у нас, получается, в разъездах мы едем на два фестиваля, а дальше, я надеюсь, что в ноябре мы выпустим спектакль «Променад» в «Лофте подземка». Вот, как вы знаете, мы такой театр переездной, поэтому мы решили поиграть в эту историю, вот, пойти в город, посмотреть надписи, да, поиграть слов там, как раз сделать какую-то ходилку-бродилку, чего, мне кажется, еще не было, и надеюсь, получится. Мы тоже надеемся. Спасибо вам большое, что пришли. Как всех наших гостей, мы просим вас рассказать забавную историю из жизни напоследок. Вот я вспомнил историю, очень смешную было. Ну, наверное, мы должны актерские какие-то байки рассказывать. Никто никому, ничего не должен в этой истории. Но лучше, я думаю, ждут от нас вот именно таких историй. Хорошо. Один раз, один артист моего театра, нашего театра, первого театра. Юля такой, кажется, с моего театра. Он пришел, значит, ну, всю ночь не спал, видимо, учил роль, пришел и решил в кулиське вздремнуть. Перед сказочкой была, утренняя сказочка. Он решил так в кулиську, значит, уже в гриме, в одежде, ну, чуть-чуть там полчасика до выхода. Ребята, значит, все очень же смешные, в театре люди работают. Они увидели эту историю, говорят, давай-ка его подколем. Короче, они включили свет, включили музыку, вышли на сцену и начали как бы играть. Зрители, пустой зал. Вот, и они играют эту сцену, и кто-то его будет, говорит, вставай, вставай. Тима, вставай, уже сцена твоя, сцена. Он просыпается, говорит, и видит, что сцена идет, уже середина спектакля идет. Он выбегает, начинает играть, и только через какое-то время понимает, что там пустой зал, что никого нет. А вы жестокие люди, да? Жестокие, артисты очень жестокие люди. Пустого, пусть у вас никогда не будет пустого зала. Спасибо. Художественный руководитель и главный режиссер первого театра Павел Южаков были у нас в гостях, и директор театра Юлия Чурилова. Еще раз спасибо. Спасибо.